О, взлетели. Уровень замеряет, поднимается уровень с весны? Вон, вот что полетело, вон слева. Отстало. Кто-то смотрел, тут уровень поднимается с весны, то, что мы тут делали. В начале замеряли, сейчас никто не замеряет. Сейчас осень, сейчас все равно поменьше же воды должно быть. Где был прорыв, пломбу поставили. Меня интересует вот что, вот этот вот, где сток воды сделан. Будто бы, сказали, вода проходила внизу под коробом. Да, было такое. Это нужно и немедленно делать, но мы уезжаем. А делать это, Володя знает, как делать. Маленечко обрезать ее. Вот, допустим, вот доски лежат, гляди. И вот в этом месте обрезать на такую вот хотя бы глубину. Землю маленько куда-то в сторону. И на этом месте, ну, там видно теперь, что поднисто идет это. И теперь с сено привести, с сено вместе с глиной трамбовать и туда забивать. А что бывает сделать? Вот, допустим, вот доска кончается, вот они доски идут, вот сюда идут. Доска кончается примерно на такое расстояние, вот не меньше. А здесь набить колышки. На тот уровень, на который доски. И теперь заново все это. Глина, слой сена, глина, слой сена. И туда забить. Все. И поднять на уровень доски. Ну, можно маленько повыше на одну доску. И она уже ничего под низ не пойдет, она никак. Но только под доску туда надо затрамбовывать. А они решили шерсть туда толкать. Там не шерсть, а вещик толкать можно. Вот это все можно сделать. Вот Володя сделал бы это до обеда с Никитой. Но у нас времени абсолютно нет. Если бы здесь вот мы решились на это дело завтра, это надо довести сюда. Колышки нарезать и привезти, и мы бы это сделали. Но сена нет. Сена нет, и он не выйдет. Вот. И мы ложим печку. Поэтому хорошо. То есть я знаю, как мы это сено с глиной забиваем. Она непроходимая. Сразу замазывает его. Суть понятна. А вот смотри, Володя. Насколько поднялась-то. У кого сапоги хорошие, пройди вдоль трассы. До конца до этой. И что сделать? Посмотреть. Налево смотри, там не сошится или где. У кого сапоги хорошие. Налево. Вон, вон. Это глябчик. Они летят. Ого. Это глябчик. Это маленькие лесные курочки. Вот сегодня здесь стреляли, похоже. Папиросы? Нет. Патроны. Патроны. Ну, стреляли. Они живут тут, Игорь Вавич. Хватай. Слева, посмотрите, нет ли где протечки воды. Слева, хорошо, смотрите, слева. Я не пойду, потому что лещу на ногах налипо тут. Я так в праздничном во всем поехал-то. Это каково? Скажет, это не он, подделка какая-нибудь. И костюм Варя говорит, а что-то у тебя как будто новое все. Я говорю, это подарила Татьяна Капустина. А застёгиваются на какие-то кнопки. Я надеюсь, что Васильевна сказал, пришить пуговицы. Как у Маузыдуна. И петельки. Так и сделали. Сейчас они посмотрят, ребята. Доски лежат там или нет? Крикни ему. Он не знает, где доски лежат. А где они лежат? Где там, в камышах. Ты ему скажи, где они лежат. А они не потребуются, доски. Если до этого уровня поднимется, этого будет по за глаза хватать. Там на той стороне должно быть слива. В камышах где-то. Что в камышах? Доски? Ну не порезано, не пожгли, ничего. Охотники какие-то приезжают сюда. И культурные. Они сделали пласты земли. Побыли. Бутылок битых нет. И которые не догорели. Головня. Они их бросили туда, где не горит. То есть это... Никакого вреда-то от них нет. Но они же видят, что тут работа идёт. А мы дальше не могли сделать. Гусеница слетела вот здесь вот у него. У Арсеньева. Виктора Михайловича. Так, баллистическую экспертизу будем делать. Нет, не будем. Хороший. Вот, синие био. Что это значит? Есть пишет единица. Ну может быть... Это ноль. Что-то маленький больно. Размер-то какой? Двадцать четвертый. Но не десятый. Дело в том, что эти охотники приезжали здесь. Вот здесь они разводили костёр. Очень культурно. Пластами обложили. Костёр потушили. Недогорелое бросили. Если бы такие охотники ездили, так беды никакой нет. Это Рыжковский пруд. Поселок Потеряевка. Манновского района. Алтайского края. Российская Федерация. Однёрка написана и ноль. Это 4 и 0. 4 и 25. Это что-то новая мера. Миллиметр. Но стрелять столько они не могли. Это просто они бабахали. Стреляли. Один раз выстрелил, они улетят. Это загадка для ребятишек. На березе сидело 15 воробьёв. Охотник выстрелил, убил одного. Сколько осталось? 14. Нет, только один. Остальные улетели. А сегодня бабахали. Когда мы после службы, что ли, вышли. По-моему, да. Слышно было где-то, ну, где-то здесь. Ну, сейчас за рябчиками. Уток-то нету. Одна взлетела. Ты видишь, как развелось? Даже сейчас и то видно, что больше стало. Тут две хатки было, ни одной нету. По сравнению с тем, что раньше было, конечно, тут вообще лужа мокрая была. Ну да, так теперь-то мы запечатали. Он завалил, не видно, где пломбы-то поставили. Ага. Все прорывы мы все заделали. Теперь там кусты, которые растут, кусты эти, вот я брал и вставляли. Вот кусты надо с двух сторон пониже маленько, чтобы закрепилось. И второй ряд. Ряда три. Колышки. Напилить их хоть и недолго. Ты вставляй, вбивай туда. Ну, такого видимого нету, что вода текет, подтекает. Нигде не видел. Нигде не видно. Не течет и вообще не видно. Не видно. Доска там одна лежит, вот где возле шлюзов и все будет. Так, теперь надо ноги помочь. Ничего не могу сказать, кроме благодарности Господу Богу. Сохранил Господь от охотников. Какие-то охотники-то культурные больно. Ничего не повредили, не подозрели. Я боялся, что начнут доски сжечь. А вон, снег надо. Все, ребята, пошли. Это наши остались. Вот эти вот. Все, все же. Рыжкова Евнакия Дитовна, она вышла за Ивана Нефанчича Потеряева. От кого потерял? От слова потерял, от фамилии Потеряевой. Ну, обычно так и было. Ивановка, Петровка. Кто первый начинал, по его имени так и было. Это и в Библии написано так. Город царя Давида. Продолжение следует.